Сегодня на заседание правительства было принято решение, которое, я думаю, имеет значение для многих вологжан. Изменился порядок определения платы за увеличение земельных участков, принадлежащих гражданам, за счет перераспределения свободных участков, которые находятся в собственности Российской Федерации, региона, муниципалитета. Если до недавнего времени мы исходили из кадастровой стоимости того участка, который принадлежал гражданину и к которому присоединялась какая-то еще дополнительная часть земельного участка, то сегодня, во-первых, мы будем исходить из стоимости того участка, который присоединяется, либо из стоимости среднего показателя кадастровой оценки земли во всем кадастровом квартале. Это, во-первых. А во-вторых, мы снижаем ставку. Если до сегодняшнего дня она была равна самой кадастровой оценке земли, то после принятия вступления в силу данного постановления размер платы будет исчисляться из расчета 0,15 кадастровой стоимости земельного участка. При этом нужно отметить, что речь идет о тех земельных участках, которые сами по себе не могут быть объектом продажи, то есть не могут представлять собой самостоятельный земельный участок. Это, как правило, между существующими участками какие-то вклинения, неровности границ, либо те с краю, как правило, расположенные части земельных участков, которые по факту уже гражданами используются. Но узаконить их сегодня достаточно было накладно. Для иллюстрации Департамент имущественных отношений произвел оценку конкретного земельного участка по старым новым правилам. Так вот, можно сказать, что две сутки того участка по прежним правилам равнялись 90 тысячам, а по новым будут оценены всего в 6 с небольшим тысяч рублей. Я думаю, что это подвигнет наших граждан узаконить те земельные участки, которые сегодня ими фактически используются, и тем самым произойдет пополнение бюджетов, и все-таки эти земли не будут юридически бесхозными, а будут принадлежать тем гражданам, которые действительно имеют право и желание их обрабатывать. Любое самовольное использование земельного участка, оно карается ответственностью за самовольный захват земли. Я думаю, что вот как раз устранить эту правовую коллизию, что называется, привести всех в правовое поле, это действительно хорошая возможность, которую сегодня правительство области и предоставило нашим гражданам.